Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем проект «Книжный вернисаж» и начинаем его новым циклом для детей и родителей «Писатели-дети». В первом видеообзоре я вам расскажу о сотне лучших новых книг для детей. Этот список составляется в рамках программы по популяризации детского чтения. Составляется Центральная детская библиотека имени Аркадия Петровича Гайдара. В каталоге собирается информация о тех книгах и авторах, которые стоит обязательно почитать, обратить на них внимание. И этот каталог может стать ориентиром для родителей при выборе книг ребенку в библиотеке или магазине. Я постаралась выбрать сегодня книги для всех возрастных групп. И первая книга – автор Владимир Зисман, музыкант, солист и участник оркестров в театрах, оперных театрах Москвы. Музыка даже самая серьезная, это очень увлекательно. Если говорить о ней так, как это делают музыканты, композиторы, они рассказывают о видах и жанрах искусства, начиная от самого простого. И, конечно, книга написана, здесь написано, что это книга для чтения взрослыми детям. Но имеется в виду, конечно, дети, которые, может быть, собираются в музыкальную школу поступать или уже учатся. Книга написана простым языком, с юмором. В этой книге рассказывается о резонаторах, о звуках, о нотах. Рассказывается, например, о том, что из себя представляет оркестр. Вот, например, это не оркестр, а вот это симфонический оркестр. А в чём разница, вы узнаете, когда почитаете эту книгу. Вторая книга, она адресована младшим школьникам истории цветного проезда, автор Анна Анисимова. А героями этих историй и рассказчиками, правильнее сказать, являются трое детей. Марсик, самый младший в компании. Обидно быть младшим. Восьмилетняя Данька всегда считает, что он прав, так как старше. Но неведомо взрослому Дане, что Марсик – это целая неопознанная планета. Даня обожает своих друзей, хоть и бывают между ними ссоры, но это всё пустяки. Главное, что и в горе, и в радости последнюю плюшку пополам. И впечатления на троих, и все игры, и фантазии тоже вместе веселее. Уля любит гулять, мечтает жить на улице. На улице всегда интересно, просторно. Особенно здорово, что дом рядом с лесом. А в лесу и шалаши можно построить, и засады устраивать. Очень важно, что родители в этих рассказах не только не ругают детей, а помогают им организовывать игры. И не жалеют для этого ни времени, ни бутербродов, ни пледов. Узнайте об этих историях, когда почитайте книгу. Следующая книга тоже адресована младшим детям. Автор этой книги, немецкий писатель Али Мидгуш, является родоначальником нового жанра. Это книги, в которых в основном картинки, минимум текста. То, что любят многие дети. Ну, а это вообще-то удивительная история изобретения колеса с древнейших времен до наших дней. Тут и охотничьи боевые колесницы, и средневековый купеческий обоз, и повозка китайского аристократа. А всеми любимые ролики, роликам тоже уделено определенное место. Это же тоже средство передвижения. Анастасия Строкина родилась за полярным кругом. Написала вот такую удивительную сказку «Совиный волк». «Совиный волк» – такой волк Буба, который похож на Филина чуть-чуть. В ушках у него такие смешные веточки. Вот так он выглядит. И рассказывая о девочке, героине этой сказки, практически она рассказывает о себе. Для младшего и среднего школьного возраста вот эта книга. Автор Юрий Никитский. «Вовка, который оседлал в Омбу». Такое странное название, но я не могла не рассказать об этой книге. Это год 75-летия Великой Победы. Книга о том, как в военное время живут дети. Дети, которые воспринимают войну как игру, играют в войну. Бомба, которая прилетела в школьный двор к воротам, это настоящая бомба. Она каким-то чудом не взорвалась. Но это лишь, как сказать, центр притяжения, что ли, вокруг которого автору удаются вокруг военной темы рассказать об очень большом количестве важных тем. Хочу зачитать вам небольшой отрывок, совсем не относящийся к войне. Только после того, как он сделает уборку, разрешалось выйти на улицу погулять. Вовка ложился на диван и настраивался. Настраивался на то, что квартира уберется сама собой. Но она не убиралась. Тогда он настраивался на то, что сейчас из шкатулки выскочат двое из ларца, одинаковых с лица, и сделают все, что Вовка им прикажет. Но никто из шкатулки не выскакивал. Да и никакой шкатулки у него не было. Вовка настраивался дальше. Он говорил своей правой руке. Рука, рука, отделись от тела и сделай уборку, пока я буду думать. Но правая рука не желала отделяться. Только после нескольких настроек, чего угодно, Вовка начинал настраивать себя. Встань и убери, встань и убери, встань и убери. И вставал. Главное, владя, говорил он другу, как следует настроиться. Говорил он это на следующий день, потому что предыдущие полдня настраивался, а потом полдня убирал квартиру. Концовка этой книги неожиданна. И, наверное, логично. Но автор хочет показать, что пока ты ребенок, то даже, например, страх оказаться в темноте или испуг от того, что тебя могут украсть велосипед, кажется гораздо ужаснее, чем злобный гул самолетов, чем все, что связано с войной. Потому что детство и смерть обитают по разной стороне. Точнее, так должно быть. Но в жизни, к сожалению, выходит иначе. И последняя книга я не могла ставить без внимания детей старшего школьного возраста и спортивную тему, но которой у нас не так много книг. Это книга класса Эверта Эвервина, который в течение своей жизни сменил множество профессий и 10 лет возглавлял спортивный комитет в своем городе. рассказывает о юноше, который играет в футбол в любительском клубе, но живет он в маленьком городке, а мечтает стать профессиональным футболистом. И вот его приглашают играть в Боруссию, выйти на поле за легендарную Боруссию. О чем еще можно мечтать? Перехватить мяч, обвести одного защитника, второго, третьего, ударить с линии штрафной и забить решающий гол. Мечта для Франца, она вот-вот станет явью, а ведь ему еще нет и 18. И ради исполнения этого заветного желания ему предстоит покинуть родную деревню и зарабатывать игрой на жизнь. Но это шанс, с одной стороны, за который нельзя не зацепиться, с другой стороны, Франц столкнется в городе с такими вещами, о которых и не подозревал. Эта книга о том, как принимать важные, сложные решения о необходимости и умении это делать. И при этом показан неидеальный герой, который будет делать глупости, вступаться, но будет вставать и идти к намеченной цели. Я благодарю всех за внимание и до новых встреч! Субтитры подготовлены Алина. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...